Приводили кучу цифр, мы записали, потом перестали. Вот со стороны ОМС как-то будет пересчитана вот эта сумма? Со стороны ОМС не может быть пересчитана. Почему? Потому что по закону Российской Федерации мы их полностью рассчитываем на средний дешевый служб финансированный. То есть, у нас столько, сколько людей приписано к этой повестке, но столько, сколько здесь может отличиться, потому что из-за этого рассчитан, то есть он не может быть большим, он не может быть меньшим, он есть такой какой-то, в зависимости от тех людей, которые здесь могут пролечить все, которые приписаны к этому. Назад он посещал по-другому и делал подобного рода информацию, но оно его не предвестало. А, то есть они отказали передать введение области, да? Мне сказали, что не дали нет. Ярость у нее это как отказ, хотя официального отказа не было. То есть область в принципе может взять на свою полосу. То есть мы готовы. Понятно, что в области бюджет тоже крайне тяжелый. И у нас нет лишних денег. Сусловно, что эти затраты, они у нас не запланированы. И, уважаемый, серьезным грубом, поверьте мне, на наш бюджет. Очень много ответов. Да или нет? Старайтесь, может быть, как-то в порядке исключений не сыскать из федерального бюджета хоть какие-то средства. Нам нужен ответ. Можете помочь или нет? На этот вопрос конкретно ответить однозначно я не смогу, потому что ситуация настолько сложная. И мы, как учредители, как федеральные органы исполнительной власти в текущем году финансирование практически на освещение деятельности больницы не получили. И, как учредители, мы можем оказать содействие только в части каких-то капитальных положений, каких-то бюджетных инвестиций, это капитальная ремонт, это приметение дорогостоящего оборудования. Вот эти вопросы можем рассматривать. А что касается заработной платы, то расходы на заработную плату заложены в структуру тарифа системы обязательного медицинского страхования. И сейчас от многих сторон зависит, каковы будут результаты работы больницы в системе обязательного медицинского страхования. профинансируются эти объемы помощи по тарифам, которые смогут обеспечить рассмотрение тех расходов, которые образуются в больнице в обязательном медицинском страховании. Очень интересно получается, что вы, допустим, полтора миллиона зарплату дать не можете, а если тут капитальный ремонт, то вы будете рассматривать. Но давайте мы с тем больницами сделаем, чтобы вы дали денег на капитальный ремонт. В бюджетном процессе, к сожалению, все деньги окрашены по целевому предназначению. Все деньги окрашены. Поэтому, что делать? Запонодательство не позволяет расходовать средства в медицинском оборудовании. Если они предназначены для приобретения дорогостоящего медицинского оборудования, то их, к сожалению, нельзя потратить на зарплату. То есть можно уточнить, а на ликвидацию, если дойдет до этого, будут выделены средства? Не хочется, конечно, даже думать об этом, о ликвидации больницы, хотя это один из вариантов, так сказать, развития, событий, один из сценарий. Но я сегодня говорил и повторяю, что я как организатор, я понимаю, просто хотела бы узнать, то есть если все-таки деньги заложены на ликвидацию, то в каком объеме может быть сообразен на помощь? Ну, если деньги заложены на ликвидации, то они могут быть потрачены только на ликвидацию. То есть вообще никак там? Абсолютно невозможно. Ну, давайте я еще раз подчеркиваю, ликвидации, наверное, думать не буду.